Здравствуйте! В столице Приволжья 15 часов. Главные новости к этому моменту. Долгострой на улице Полтавской могут увеличить на 6 этажей. Подобное разрешение может выдать градостроительный совет Нижегородской области, но при условии, что проектирование будет вестись под особо жестким контролем. Об этом заявил губернатор Валерий Шанцев. В настоящее время проект дома номер 66 на Полтавской, который не могут сдать в эксплуатацию уже долгих 11 лет, предусматривает этажность 12 этажей. Однако, по словам экспертов, достройка необходима для извлечения из здания прибыли, иначе оно будет просто убыточно. Напомним, на сегодняшний день более половины квартир в доме проданы, а за долгостроем числится 77 обманутых дольщиков. В прошлом году от отчаяния люди даже устраивали голодовку. Стоимость путевок в детские загородные лагеря в этом году не изменится. В бюджете города на эти цели заложены 90 миллионов рублей. Большая часть путевок будут продаваться со скидкой для социально незащищенных категорий граждан. Подробности в следующем материале. Стоимость путевки в загородный лагерь на 21 день составит 12 600 рублей. Об этом по окончании еженедельного оперативного совещания объявил глава администрации Нижнего Новгоя Далек Кондрашов. По сравнению с прошлым годом цены не изменились. При этом 70 процентов путевок будут распределяться среди малообеспеченных категорий граждан. Для них стоимость путевки составит 10 процентов от ее цены. 1 260 рублей. На мой взгляд, это просто в высшей степени доступная цена. И я рад, что такая возможность у городского бюджета есть. В настоящее время идет активная подготовка лагерей к приему детей. Основная задача – сделать отдых школьников приятным, интересным и, самое главное, безопасным. В скором времени начнут работу специальные комиссии, которые займутся проверкой всех лагерей к приему детей. Они начнут работу только после того, как будут оформлены все необходимые документы. Впрочем, в администрации отмечают, что пока все идет по плану. Такая форма детского отдыха очень востребована в нашем городе. И вот по примеру муниципальных мы видим, насколько серьезная такая вот социальная поддержка за 1200 рублей. На 21 день ребенок получает возможность полноценного отдыха, даже оздоровления и под полным контролем с точки зрения безопасности. Помимо загородных лагерей в Нижнем Новгороде будут работать пришкольные лагеря, которые пользуются у родителей не меньшим спросом. Также подростки смогут не только отдохнуть, но и заработать деньги, приводя в порядок городские улицы. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Роман Серебренников, Горький ТВ. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск компании РЖД о взыскании пени с футбольного клуба «Волга». Напомним, клуб должен выплатить в пользу монополии почти 400 тысяч рублей. В марте текущего года компания РЖД обратилась в суд с требованием взыскать с футбольного клуба задолженность в размере 1 миллион рублей и 266 тысяч рублей за пени. Однако после полной оплаты задолженности у компании появились новые требования в размере 397 тысяч рублей. В заключении о курсах валюты доллар США на завтра 50 рублей 91 копейка. Единая европейская валюта, по данным Центробанка, 57 рублей 11 копеек. Нефтью торгуют на бирже в эти минуты по цене 66 долларов и 90 центов. На этом пока все. Берегите себя и свои карманы. Смотрите Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова